Ты еще ходишь в секонд-хенды? Да. Я недавно посчитал, что у меня 30% моего гардероба это винтажки и секонд-хенды. Европейский или прям наш? Европейский и наш. Иногда я если вижу... Ну, их же много онлайн-овых сейчас в соцсетях. Да-да, всякий строгий винтаж. Да-да-да. Потом я подписан на парочку групп в Телеграме, где ребята там какую-то выборку делают и выкидывают какие-то классные позиции. Ну и, конечно, зарубежные. А секонд-хенды это супер. То есть, как бы ты не прямо с рук покупаешь, а в каких-то организациях, которые занимаются одеждой вторая жизнь. Вторая жизнь. Да, обычно так. Что, мы можем? Все, мы можем начинать. Всем огромнейшие приветики. Меня зовут Марианна. Это мой великолепный, как ты сразу. Мой великолепный ведущий, ведущий Алексей. Привет. Мы только что пошутили за кадром, что мы как группа Spice Girls воссоединились для одного концерта после нашего шоу «Близнецы» и, кстати, одного из выпусков твоего влога. Да. Помнишь? И мы объединились, как ты сказала, в Тушине, правильно? Ну да, в Тушине, в Южном. В Южном Тушине. Для того, чтобы пойти в секонд-хенд, вдвоем искать артефакты, вдвоем примерять. И взвешивать. И взвешивать. Короче, я надеюсь, что мы как минимум найдем там хорошее настроение. Это точно. Я уверен, что это будет. Но я надеюсь, все-таки на какой-то улов еще неплохой. В прошлый раз я здесь была, и мы довольно неплохо прибарахлились. Два жакета, два пиджака, которые в моем гардеробе остались. Я их ношу. Одно такое уверенное пальто из стопроцентной шерсти досталось Вите. И немного Миши-оператору. Пойдемте. Класс. Так, о, мы здесь, мы на месте. Мы пришли. О-о-о. Корзиночку тебе? Мне кажется, мы возьмем, да. Так, смотрите, в чем фишка секонд-а. Здесь на каждой вещи висит ценник цветовой. Либо красный, либо черный, белый, желтый. Ты берешь эту вещь, и вот там есть весы. Лиза у нас сегодня на весах. И взвешиваешь, и понимаешь, в какую сумму тебе обойдется эта вещь. Ты на галстук засмотрелся? Я, нет, и у меня просто разбегаются глаза. Там еще медведь какой-то лежит, посмотри. Да, здесь можно найти какую-нибудь скатерть, нижнее белье. Обалдеть. Я уже вижу шляпу, вот как раз для нас в Турцию лететь. Нам двою, да? Одна и вторая, смотри. Ну все, пойдем, пойдем, пойдем начинать. Две минуты прошло с того момента, как мы зашли в магаз. Вот что у меня есть. Я пошла по рейлу с какими-то платками. Мне кажется, на какой-нибудь серый педж мужской. Это будет очень даже неплохо. Потом взяла шарф, как-то кашене называется. Да, 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 я понял. Это тебе прямо сейчас посмотреть. Нет, помнишь, как это, господи, как это носили все в 2007 году. Помнишь, как было дико модно? Да. Как Александр Васильев носит до сих пор. Нет, сейчас он перешел уже на что-то открывающее все-таки шею. И позволяющее увидеть, что она есть. Так. Мужской педж с желтым бипером, который 190 рублей. Ну максимум у нас на 500 выйдет, я думаю, рублей. Это 190 рублей килограмм, да? Да, то есть по весу так вот 500 рублей, мне кажется, он будет стоить примерно. Но это Лиза нам подскажет точнее. А вот, слушай, да. У меня уже было отсюда такое парео. Но я подумала, что это можно использовать чуть по-другому как-то. Это можно как ремень, как пояс на джинсы типа использовать. А можно вообще как... Причем прямо сюда. Ну-ка. Вот, пожалуйста, ура. Шортики? Так, тут, слушай, это зафили джинсовых шортов. Это мужская. Тут, между прочим, боже. Здесь нужно весь день лазить, просто весь день. Какое роскошество. Кстати, секондом, вообще на пользу, что сейчас в тренде нулевые, потому что здесь вся одежда как будто с тех лет висит. Чей-то концертный наряд. Блин, а вот это, смотри, какая. Я вот здесь рядом как раз вот подружка. Это реально, это вот прям 2006 год, мне кажется, да, какой-то? Школа, мой 11 класс. Так, а вот это, что интересно, это топ тоже? Или юбка? Или такие трусики, я не понимаю. Не понимаю. Миш, пойдем со мной, я хочу показать вам одну куртку, которую, которая у меня пока под вопросом. Ну-ка. Это та большая, которая тяжелая. А, да. Вообще супер темка, всякие мотоциклетные куртки. Правда кожаные. Это больше какая-то для зимних видов спорта, да? Да, но она здесь с такими прям плечами и всеми делами. И выглядит, выглядит очень, очень, очень баленсиажно. Назовем это так. Поэтому возьмем. Обязательно. Правда, ценник желтый. Слушай, ну она будет стоить прямо... 190 рублей, наверное, да? Больше, я думаю. Мне кажется, здесь больше килограмма. 360, да. Ну, типа такого. Ну, давай возьмем, посмотрим. Ну, ничего, мы можем себе такое позволить, мне кажется. Ну, пока да. Леша, Леша, как тебе? Слушай, это прекрасно вообще-то. Что думаешь, возьмем? Конечно. Как раз на мой топ. Можно поверх надеть. Да, да, да. И все готово. А смотри еще Серджио Тачини, ты понимаешь? Дико модная фирма тогда и сейчас. Все опять же с этими сумками ходят, Серджио Тачини. Они продаются в КМ-20. Ничего себе, это как Blue Marine возрождение? Типа да, 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 да. Мне кажется, да, этот Олимпоз. Олимпики, кстати, классно. Мне еще нравится и с недлинной молнией. Да, мне кажется, что на это можно посмотреть. Пока Леша охотится за брендами, я просто ищу что-то, что выглядит актуально сейчас. Ну, ты понимаешь? Бант, Фигакс. Да, берем. И Сен-Лоран почти будет. Нам нужно еще кожаные леггинсы. Да, сейчас найдем. Я уверен, что тут это есть. А вот, смотри, просто. Это второй выход, модный приговор. Мне кажется. Там такой принт, знаешь. С чем внизу? С юбкой? Плессировку. Да, да, да. Плессированная юбка. И здесь камея какая-нибудь. Короче. А вот, смотри, тоже неплохая такая. Да, карман бы убрать, да. Ни к чему вообще. Это про карман. Это, кстати, относится не только к секунду и конкретно к этой блузке. Я вообще не люблю блузы и рубашки с карманами накладными. Так, что еще есть? А ты помнишь этот мультик? Да. Кстати, неплохая футболка. Леди и бродяга, да. Супер, мне нравится. Мне кажется, берем. Давай. Там потом решим, кому. Мне кажется, тебе нужно перейти на мое место и выбрать себе какую-нибудь рубаху. Я вообще не понимаю, почему я застрял в крэп-топах в этих вообщех на соседнем рейле. Смотри, Эйсос есть. О, это что? Стелла Маккартни. Слушай, все. Боже мой. Вообще. Никто не уведет наши корзинки. Там такие сокровища. Знаешь, блин, сейчас мы их уберем. Боже, какой хороший желтый цвет. А вот посмотри, как тебе. Понимаешь? Да. Мне кажется... Сливочное масло такое. Да, мне кажется, кайфовое. Пшеница, я бы даже сказала. А эту, как будто она только что из химчистки, понимаешь? Слушай, она выглядит роскошно. Да, да. Именно роскошно, это правильное слово. Тебе очень пойдет. Мы берем. Так, что еще? Это дорогой ценник. А мы уже... Мы перешли... Это дорогой ценник. Вот почему вещи такие классные. Рубашка классная попалась тебе. 2,590. Черный бипер. Блин. Ну да, кстати. Нет, она довольно-таки легкая. Воу! Что, что? Очень красиво. Ммм. О, это супер. А я этот цвет обожаю. Я не помню, как он называется. Так, ну что тут у нас? Это я уже все прошлась. Ну вот есть еще, но это немного похоже на моего папу. Как тебе? Ну... Дышащие сандалии, кстати, как у тебя. Дышащие сандалии, понимаешь? Да, и все. Нет, давай возьмем. Неплохо выглядит. Давай, давай. Давай я закину это, пойду в нашу эту штуку. Спасибо. Только с мужчиной ходить все закинет, все понесет, все повезет. А я опять у крэп-топов. Крэп-топ. Ты знаешь, я могу тебе сказать, что нам, по-моему, не хватит наших двух корзиночек. Надо быть еще. У нас есть Миша, у нас есть Лиза. Я опять забью, я не могу оторваться. Я просто хожу и как в каком-то тумане. Смотри, салфетка как... Ты знаешь, это можно сделать, кстати... Телевизор. Да, например, накрыть телевизор, которого нет. А можно сделать еще неплохой новогодний топ. Знаешь, как были? Дуали проносят такой в виде цветка. Короче. Мы надышались здесь, мне кажется. Мы надышались немножечко этими реагентами всеми. Но я тебе могу сказать, что... Кардиган. Да. Но единственное, надо этой машинкой, которая бреет одежду, пройтись. Да, но это, конечно, можно пофиксить. Ну, что думаешь? Мы сделаем с этим сейчас что-нибудь. Какой-то лук. Алексей, предлагаю вам. Да. Знаешь, здесь столько трусов, что... Я никогда в жизни не думал, что их покупают. Боже, я обожаю, конечно, все эти секунды. Это просто... Просто какая-то прелесть. Но вот в этом я не был никогда. И вообще... Я уже довольно отвык от секундов, в которых все по весу. Но галстук, кстати, этот мы берем точно. Если... Если он даже в рубрике... 2,190 за килограмм. Боже, Мария, там что-то нашла. А я вот все по этим хрустящим курткам смотрю. Не знаю, может быть, вот эту серую? Может быть. Но это тоже симпатичное, кстати. Смотри, сколько брюк карго. Чуть-чуть грязные. Ну, это ладно. Это можно отдать химическую. Ну, а так, типа, если... Ну, они даже тебе будут коротковаты. Ну, давай возьмем. Мне кажется, и с чем-то можно. Померяем. У меня, кстати, есть одни классные серые брюки. Которые я купил в каком-то секонд-хенде на метро. Аэропорт. Когда шел от зубного. Просто зашел ради интереса. Конечно же, не удержался и не ушел без покупки. Так вот. Шерстяные, плотные серые брюки. Со стрелками на высокой талии. С защипами здесь. Все спрашивают, откуда, откуда. А они как бы из секонд-хенда. Я помню, что я за них заплатил 300 рублей. А вот такое. Не хотела бы ты? Я в таких же. Я вижу. Как тебе такое? Крептоп. Это нормально, кстати, тоже. Здесь рейлы с куртками, а потом идут халаты. Эм, мои мамы. Так, чё. Боже. Чё, 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 чё. Здесь целый рейл этих курток мотоциклетных. Слушай, да. Смотри, вот твой размер. Слушай, давай возьмем. Сзади, смотри, она какая классная. И они лучше, чем та. Но они подороже. На 1.0. Последний. Это, походу, нет. Ну, это, это. Знаешь, мне кажется, что это размер Сергея Мезенцева. Взять ему? Мне кажется, да. Он оценит. Боже мой, это какой-то баварский проказник. Просто жесть какая-то. Это, мне кажется, костюмированная какая-то печенька была у кого-то. Да, да, да. Скорее всего. Или бывший актер, которого уволили. Или убили. Я не понимаю, почему мы сразу не пришли сюда. Просто. Как насчет эксклюзива? А эксклюзив, это он уже здесь начинается? Да, оранжевые ценники. Конечно. Ну, забавный, не знаю, рюкзак для школьницы. Ну, это знаешь, даже если школьница – это я, то, может быть, тоже ничего. У него отстегиваются сзади вот эти вот штуки, лямки. Типа остается ручка вот такая. Как называются эти сумки? А это, посмотри, к тем велосипедкам из замши мог бы быть прикольно этот пиджак. Да, что это грецкий орех. Я не говорю, ну, это эксклюзив. Слушай, мне нравится прям этот отдел. А это что? Блин, кто вот это носит у нас? Владимир Соловьев такой формы пиджака. С воротником-стойкой? Да, 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 да. Он, что ли, сдал сюда все это? Это моя. Это моя. Отдай. Я ее хочу. Блин. Это просто жесть. Сколько, интересно, это стоит? Ну, так... Каси, чуть 490. Клограмм. Ну, это неплохо, кстати. Смотри. Поставь ее. Она складная. Как эти, как жилетки из Юникло. Ты знаешь, но я тебе могу сказать, что ты можешь влезть в одну штанину, а я в другую. Будем так ходить. Это прекрасно, я считаю. А я хотела тебе галстук показать. Смотри, вот здесь есть более такой широкий, 90-нический. Да, он супер, кстати. Вот такое. Тебе будет здорово, бери. Вообще, тебе хочу сказать, что когда идешь в Second, не нужно ставить себе задачу обязательно что-то найти, что-то купить. Мне кажется, что это вот такой... Сам процесс здесь важен. Искание. И какой восторг, когда ты находишь что-то действительно классное. А когда еще ты это примеряешь, и это оказывается настолько же классным. Да. Это вот... Поэтому надо как-то всегда с заниженным порогом ожидания идти. Ну, надо иметь в виду, что вот те самые винтажные магазины, про которые мы чуть поговорили в начале, они часто покупают вот примерно такой же ассортимент, только наметанным глазом. Ищут сразу нужные вещи, потом перепродают их в два дорога или три дорога. Ищут выборку определенную и, собственно говоря, зарабатывают на своем вкусе, неплохом. Почему мы так не делали? Почему мы еще не открыли с тобой такую штуку? У нас уже вон две тележки товара было бы. Вообще, на самом деле, надо, мне кажется, как-то составить топ вещей, которые реально можно купить в Second. У меня уже есть некоторые наметки, но, может быть, сейчас мы найдем что-нибудь еще. В прошлый раз мне очень повезло именно с мужскими пиджаками. Они были и брендовые, и классные по составу. Пальто, особенно если брать в, не знаю, в 52-м, оно тебе будет практически по пятке. И галстуки, и вот галстуки были хорошие. А, и рубашки с коротким рукавом мужские. Да, ну, у меня, кстати, тоже, у меня, наверное, пальто три или четыре из Second. Два из них Hugo Boss. Одно какое-то безымянное, и другое тоже безымянное. Это чудесно просто. А потом что? Да, пиджаки, 100% рубашки. И с длинным, кстати, рукавом. Вон, мы нашли классную хлопковую. И еще джинсы. Джинсы? А мне, наоборот, показалось, что джинсы все по модели очень устаревшие. По крайней мере, женские. Может, мужские можно найти какие-то трубы широкие, подвисающие. А женские, ну, вот, висят примерно. Нет, это ад. Я помню, что я купил прямые такие, как трубы. Они были очень широкие здесь. Но что я сделал? Я просто сделал защиту. Да. И все. И ношу их по сей день. Так, мы прошли в какую-то странную рубрику. Ночное белье. Блин, нас там точно не похитят наши... А как тебе? Я тебе говорю, здесь столько всяких разных таких корсетов. Мне, кстати, нравится. 42-го размера я бы взяла. Давай, да. Мне кажется, надо его. Пойду в нашу тележку на продажу. Вот буквально 15 минут здесь, а уже раз, два. Опа. И мы еще дальше идем. Почему куртки-то по полу? Давай мы эти телеги завезем и займем примерочную какую-нибудь. Давай. Спасибо вам новые. Блин. Блин. Могла быть прекрасная винтажная сумка. Могла бы, могла бы. А так вот импортозавис... Параллельный импорт будет выглядеть вот так в ближайшее время. Мини-юбки как-то я сегодня не настроена примерять, ты знаешь? Не в настроении, да? Настроение макси. Макси. Ну, или в лучшем случае удлиненное миди. Здесь у нас, в общем, рейл платье для выпускниц, но я добралась до комби-дрессок. Леша сказал, что это чехол, скорее всего, под платье. Супер микро-чехольчик в маленьком размере. Но, по сути, если надеть поверх какой-то песочного цвета огромный пиджак мужской, может быть прикольно. Да, не, надо попробовать 100%. То есть, у нас опять нам нужно вернуться к мужским пиджакам. И еще юбка, я не знаю, придется ли она нам к чему-то в комплект, но юбка... Ну, мы дадим ей шанс. Я предлагаю нам с тобой без камеры тут пособирать. Да, потому что надо быть очень увлеченным процессом. Я тоже не могу, мне кажется, я говорю что-то, хочу сказать в камеру, а сама вот глазами в рейле. В общем, мы сейчас все соберем и увидимся с вами в примерочной. Я уже наблюдаю, да. Блин, это офигенно классная находка. Да, за брюки тебе отдельное спасибо, потому что они супер. Они женские или мужские, как ты думаешь? Мне кажется, что они женские, но какое-то имеет значение для нас. Никакого. Я думаю, еще поверх, ты можешь какую-нибудь жилетку, из которых у тебя много, объемную. Может, каким-то V-образным вырезом. Да, 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 есть такая G&Y с вырезом широкая. Или еще эти брюки с какой-то гавайской рубашкой, с коротким рукавом. Кстати, мы что-то не посмотрели здесь. Это у тебя такой более интеллектуальный образ, да? Такое, да. Вариант, ну не знаю, мне кажется, что, слушай, рубашка вообще в шикарном состоянии. У нее вообще все хорошо. Мне кажется, она новая. И стоит она... Это мы сейчас узнаем, Лиза. А брюки, Лиза? Брюки я уже выяснил 1600. Я их беру, потому что... Да? А рубашку? Рубашку тоже беру, мне кажется. Один лук в нашу пакет. То есть, пакет. Вам может показаться, что я до сих пор в тех джинсах, которых сюда приперлась. Но нет. Вот найдена какая-то дранинка. Причем, как бы длина не очень моя, да и обувь сюда не очень подходит. Но в целом их можно либо подрубить, то есть, ножничками отрезать собственными руками дома, либо вообще обрезать на шорты бермуды. Мужская рубашка в полоску, мужской педж. И поверх какая-то косынка на голову, парео, что угодно появилась в качестве декора и какой-то детальки поддержать рубаху. Да, классная штука, кстати. Причем здесь могла бы быть просто белая майка-алкоголичка внизу. Легко. Под педжем. Но эту штуку уже, правда, можно на голову еще, а-ля Джек Воробей? Да. Будет nice. Мне нравится, когда вот эта вся бахромушка, она как джок-дог, как называется, ребята? Нет, розе, джок-розе, которые шили... Дог-роуз. Да. Простите, пожалуйста. Они. Которые... Джок-дог. Это, по-моему, сноубутсы какие-то. Да, это луноходы такие. Вот, мне кажется, это в их эстетике. Вполне. Красиво, да, мне нравится. Клево. Ну, как вам? Total second. Общей стоимости... Ладно, не будем, Лиза, уже... Для Кирска 20 рублей стоит. А, да? Представляете? Петш. Петш стоит 120 рублей. А сколько стоит кого-то этот? Красиво, я не знаю, джинсы за 1500. А джинсы? А, слушай, джинсы 1500, мне кажется, дороговато. Для джинсов дороговато, да. Да, джинсы не берем. А Петш за 120 рублей вполне может оказаться в гардеробе, в том числе и у тебя. Он довольно объемный. Он классный, да. И рубашка, кстати, тоже супер. И вроде в неплохом состоянии. Рубашка, да. Это из дорогого отдела? Это вот мы сейчас проверим. Ладно, все цены, на самом деле, у нас, нам просто сами настолько интересно, сколько стоит здесь каждый элемент, понять, стоит это того или нет. Вот джинсы, как мы выяснили, за 1500, ну нет, можно найти более классные. Ну что, пойдем переодеваться? Да, пойдем в следующие. Это надо в замедленном еще так. Тебе нужны очки круглые с прозрачными стеклами, а мне... Да. Присмотрел мне что-то, да, сюда? Ну, это тренд-платок. Не, ладно. Я сам... Ого-го! Это я нашла лучший вариант сюда. А ты понимаешь, что здесь прямо на сисечке? Носик вверх ногами, да? Жесть. Я, причем, купила себе подобные... Все, понес... Ты что, не ходил тут? Не, вот это в этом отделе, что-то как-то мимо. Я купила себе подобные брюки в Лав Репаблик за 4500 рублей. Ни разу не надела, но один в один. Шуршащие, правда, наверное, они мужские. На кулиске, но я приспустила их чуть на бедрышко. Ну и боди, ну, знаете, какое нашлось. Пригодилась та самая паралюшка. Да, не, на самом деле боди супер. Я почему-то думаю вообще, что это твое. И да, вот они прям классные. Сюда какой-нибудь с длинным мысом лодки. Да. Или ботильоны на высокой шпильке. Или наоборот, с какой-нибудь на уверенном широком каблуке. Ну да, или какой-нибудь Мартин Роуз такой страшненький. Ну, квадратные прям. А, да-да-да-да-да-да-да. Красиво, красиво. Мне нравится, мне нравится, что вот здесь эта талия. У нас низкая талия, высокая талия, любая талия. На любой вкус. У тебя обалденные брюки. Велики чуть-чуть? Да, вот настолько. Но ремень, как обычно, все порешал, все вопросы. Защипы здесь делались тоже искусственно. Вот так. И свитшот, который ты схватила себе изначально. Я не хочу обидеться с Плантуросу. А мы не обижаем, мы делаем комплименты. Но что-то похожее. Очень. Особенно и цвет красивый синий. Да, цвет прикольный. Вообще вместе смотрится. Рубашка какая-то, она вообще под запонки. Здесь, да. Поэтому... Но меня привлекла она тем, что она максимально белого цвета. А прикиньте, даже можно еще купить какие-нибудь странные винтажные запонки. Конечно, да. И носить ее с черным пиджаком или кардиганом и с этими же брюками. Да. И на самом деле эти рукава, если бы они не засявкались свитшотом... Что это? Ну, в смысле, не запачкались. Они вообще вот как эти. Да. Как фонарь ее выглядит и тоже с черным пиджаком супер бы смотрелись. Такое немножечко, как ком де гарсон. Мне кажется, этот лук и я могла бы на себя надеть. Легко. А может быть, мы сейчас его наденем и на себя, и на меня. А ты... Нет, я не... Вот это я еще могу, конечно. Вот к этому я пока не готов физически. Если хочешь, я тебе отдам какие-то брюки. Ты можешь их с чем-нибудь примерить? Кстати, да. Сейчас мы так и сделаем. Значит, я оставил брюки, которые уже были мною найдены. Оставил ту же самую рубашку, которая с рукавом под запонки. И мы вот с Мари нашли такой пижамный верх от какого-то, видимо, очень богатого состоятельного мужчины, доставшийся. Вот это вот, по-моему, пояс от чего-то довершил образ. В общем, короче, если хочется какой-то такой расслабленной элегантности, это вот сюда. Но чтобы одновременно было и роскошно, конечно же. Здесь есть небольшая проблема. Он просто уже очень плохо выглядит. Поэтому мы не будем его убрать, сколько бы он ни стоил. Но таких штук тут достаточно много. То есть вот эти пижамные верхушки из полиэстера, который выглядит как шелк, или вот из чего-нибудь подобного, они тут в наличии. И можно, в общем-то, найти какую-то альтернативу. И вполне себе на какую-нибудь вечеринку тематическую в таком образе вполне можно отправиться. Понимаете, вот я стою сейчас, демонстрирую образ. А один глаз у меня смотрит вправо, другой влево, потому что я пытаюсь еще что-нибудь интересненькое найти. Итого у нас получилось. Найдена, кстати, симпатичная меди-юбка, которая мне идеальна по размеру. Тут у нас сочетание принтов, относительное сочетание, это клетка с клеткой. И поверх колледж-жилет. Чувствую, что из какой-то шерсти. Ну, почему бы нет? Тоже, как я говорила, один глаз там, один тут. Вот за что цепляется. Я сняла жилет. И хочу показать просто, как выглядит более летний вариант. Мужская рубашка. Ну, женская юбка. Ладно, пойду переодеваться. В общем, как видите, я не могу расстаться с этими брюками и с этой рубашкой, потому что, что ни надень, все, в общем-то, неплохо с ними смотрится. Так же, как вот этот кардиган-куртка, которую нашла Мариана, кстати говоря. Потрясающе. Будто издалека, как будто из замшины. Да, это какая-то такая ткань из прям 90-х. Ну, по ощущениям. Вот. И как-то вместе это неплохо довольно-таки выглядит. Сейчас пойдем взвесим и узнаем, сколько это стоит. И готовы ли мы к покупке? Готовы ли мы к таким тратам? Это непростое время. Прикинь, какой я приколдесс нашла. В общем, это какой-то отдельный, что это баска. Ну, здесь нарисована кишка. Мы ее уберем. Например, это можно сделать такой юбкой. Даже сюда, мне кажется, было бы прикольно. А юбка, супертренд лен, похоже на какую-нибудь Ушатаву, кстати. Да? Ну, да. Мне кажется, у них прям из ровно такого же материала костюмы. Но юбка топ. Как-то, ну, что это могло быть? А, здесь написано. Пока-то. Написано, что large. Large. Просто large. Как-то вот, будь моим зеркалом, если к этой даже рубашке сюда. Ну, это немного странно по оттенкам, но все равно супер выглядит, потому что странно. Ну, мы не будем примерять. И так понятно, что хорошо. И взвешиваем кардиган. И на красный корень. Нажать. Аккуратно, бросить санчатку. 1180, 1178 рублей стоит вот эта штуковина. Сейчас подумаем. Подлетели такие. Расстошно. А примерь тоже поверх сюда. Давай я подержу бомбер. Расстошно вообще. Ты прикинь. Это женская какая-то штучка. По-моему, да? Слушай, смотрится классно. По-моему, она женская. Это, знаешь, в стиле... Это тоже марджела у нас. Да, да, такой, типа, вариант. Блин, не могу сейчас вспомнить, кто такое делал и носил все время. В 2007. Гуляев. Или кто-нибудь. Ну, ты поняла, короче, о чем я. Да, 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 направление. Ну, знаете, 3000 рублей почти стоит эта штуковина. Но она неплохая. Да, прям красивая штука. Реально. Я не могла не примерить эту куртку. Ее стоимость, ну, примерно 350 рублей. И я думаю, что на осенний сезон, почему бы не обзавестись с нечто подобным. Мне нравится она в сочетании с этой очень узкой юбкой. Карандаш тоже, ну, довольно неплохая, трикотажная. Туда бы я еще надела ботильоны, либо остромысы со шпилькой, либо какие-то на уверенном широком каблуке с платформой под носочной частью. Внутри у меня мой топ. Вот так. Лук, показать вам куртку. И она прикольная. Сейчас хотела показать юбку на высокой посадке. Очень неплохую, чуть маловато мне, но не страшно. И поверх еще одна мотоциклетная куртка. В размере 2XL. Можно было бы и поменьше, но такая самая приличная, которая висела по новизне. Больше всего мне нравится, как она смотрится сзади. Образ, где от пояса и ниже я работаю кухаркой в каком-то очень роскошном доме. А верхушка уже чуть более современная. И для того, чтобы как-то нивелировать вот этот исторический низ. Но тем не менее, мне очень даже прикольнее. Даже эту баску или юбку, мы так и не поняли, что это. Пробовала поверх жакеты. Если бы это был какой-то жакет, хотят сказать, а-ля Диор, но какой-то более приталенный и женский. Не как на мне сейчас мужской пиджак. Тоже выглядело бы здорово. Я еще хотела сказать, что если вот этот драпированный исторический низ заменить на просто бежевые или коричневые брюки палацци, то верхушка вполне приемливая для повседневной носки даже куда-нибудь в офис. Алексей, я жду тебя. Да. Все, я здесь, наконец-то. Ура. Я считаю, что это просто супер, потому что это, во-первых, платье, надетое как юбка. Это вообще непонятно что, надетое как баска. Все это вместе с просто блузой, с этими жемчугами. И такой жакет из богатой такой ткани. Да, кстати, что это? Давай посмотрим. Я думаю, что это шерсть сто процентов, да. Феллиния. Да, что бы это ни значило. Ну, уже гордо звучит. Да, и такое богатство фактур, это просто супер класс, мне кажется. А что по обуви ты бы сюда предложил, к такому комплекту? Ну, мне кажется, что тут достаточно фантазийных элементов, поэтому, наверное, какие-то супер симпл босоножки. Да, а я бы, наверное, балетки надела. Или балетки, или какие-нибудь мюли такие вот. В бежевых, да, темах? Да, что-нибудь такое уже не хочется вносить никакого. Достаточно всего, мне кажется. Я оставлю тебе место для демонстрации. Да, что ты про эту парку скажешь? Парк, огонь, ее надо брать. Но возьмет ее не Леша, а Миша. Да, потому что она реально клевая. Мы уже выяснили даже, сколько она стоит. Нам все подходит. На самом деле, если бы у меня не было уже 185 позиций верхней одежды, то, может быть, я бы даже обратил внимание на эту парку в плане своего гардероба и купил бы ее себе. Но, поскольку я обожаю в секонд-хендах покупать именно верхнюю одежду, типа пальто, тренчик, косухи, бомберы и все такое, то у меня ее слишком много. Но надо сказать, что она, правда, классного качества. Она еще, по-моему, это отстегивается, прикинь. Или, мне кажется, вот этот вот утеплитель. И, короче, классная штука. Ну и рубашку мы обнаружили вот такую, с коротким рукавом. Тоже, по-моему, тебе она и достанется. В общем, у нас сегодня никто не уйдет с пустыми руками. О, смотри-ка. А там, кстати, много такого. Правда? Вот в той части. Там всякие передники. Я тебя перебила, да? Нет, я уже все договорил. Ты бы рассказал, что это Мишина будущая рубашка. Как ты думаешь, вот это можно классно стилизовать? Вот эту штуку? Ну, я думаю, что да. И вот мне думается, что вот в каком-то таком варианте с рюхами-валанами, со всеми делами, знаешь, когда уже хуже, уже точно не будет. Как мой лук сейчас? Ну что, заканчиваем? Ну, ты уже все, все деньги истратила. Я всю фантазию истратила. И немножечко даже силы. Это же силы, правда, да. А, но на самом деле, если бы нас здесь закрыли прям, то, наверное, мы бы составляли луки до посинения. Да, я на самом деле... Вообще, я еще готова походить, потому что, мне кажется, мы не все, не все артефакты нашли. Но, ну, получилось даже не так скудно, как я думала. Нормально. Мужская коллекция, бомба. Новая мужская коллекция, просто бомба. Столичного гардероба, просто бомба. Не, а на самом деле, реально, единственное, чего... Чего было мало. Чего было мало, это, например, пиджаков. Потому что они все в мелком размере, и, например, тот, который на мне сейчас, на Лешу бы не особо и налез бы. Да, но мы решили просто, что здесь уже толпа модниц пробежала, все пиджаки расхватали, и поэтому мы работали с тем, что осталось. Ну, в общем и целом, собрать образ можно еще и не по одному даже. Мы так на таком АСМР, мы закончим наш выпуск. Мы вас всех целуем, любим, и до скорых встреч. Пока-пока. ПОДПИШИСЬ! 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 ПОДПИШИСЬ!